Друзья, всем здорово! Вы на канале Никита Крылова, который называется Погнали! Мы вместе с Юлей прямо сейчас находимся в городе-курорте Дубай. Прямо сейчас мы, точнее, даже в районе-курорте Дубая находимся. Это Дубай-Марина. Вот, пойдем. Сейчас же зима. Вот пойдем зимой, значит, покупаемся, посмотрим. Очень много вещей на мне сообщений приходит. Говорит, как там погодка? Как там водичка? Не знаю, как будет водичка там в феврале или еще когда? Да, ну сейчас вообще замечательная водичка. Хотя мы приезжали в феврале месяце, мы всегда купались, да? Она прохладная. Сейчас она очень теплая, очень классная, да. Ну, а вот февраль, начало марта, она уже будет прохладненькой. Но купаться, как говорится, кто хочет, тот всегда найдет. Короче говоря, купаться можно, однозначно, мне кажется, практически круглый год здесь. А температура воздуха, мне кажется, такая же. Да? Ну, день на день не приходится. Но хотя сегодня у нас Юля, я просыпаюсь, Юля говорит, солнца нет. Я говорю, как солнца нет? Мы же Дубаи. Реально солнца не было. Сейчас, видите, сквозь дымку прорывается. Вот, вон оно. Наше солнышко. Надеюсь, что мы пока до пляжа дойдем. Уже будет вообще мощь нагреть. В общем, погнали в сторону пляжа. Проходим ресторанчик под названием Grill Chill на Дубай-Марине. И мы с Юлей постоянно гадаем, сколько, где, точнее, на Дубай-Марине есть дешевые места поесть. Мне кажется, скорее всего, это одно из них. Кто отдыхал в этом районе, расскажите, пожалуйста, можно ли вот недорого поесть, поужинать. Потому что, например, вот мы очень любим сэндвичи в этом районе. Вот. Стоит порция сэндвичи 45 дирхамов. Плюс 45 и плюс, например, банка Pepsi каждому. Итого 110 дирхамов. Сэндвичи на другую. 120. 110. А банка же моя бута брать. Ну да, так это 100 получается. А если здесь, здесь 110. Вот так вот. Это на что мы 110 потратили? Не-не, мы соточку тогда. Да, мы одну взяли банку Pepsi на двоих. Не хотелось, не хотелось особо гадости. Да и мне в комментариях пишут, что бы поменьше гадости все кайпили. Вот. Поэтому я пила гадость и пил воду. Да, я пил воду. Негадостная. Фу, жарко, иду, вот жарко. Так вот, а можно ли здесь недорого поесть? Вот, например, в нашем районе можно реально очень хорошо поужинать. Прям вообще, то есть, зашел и заказал то, что захотел в там кафешке eat and drink на 50 дирхамов. Вот. Можно и дешевле. А можно ли здесь найти такие цены? Кто здесь проживал, расскажите, пожалуйста. Потому что у меня есть подозрение, что вот эта кафешка как раз-таки на это и настроена. Проходим одну из любимейших наших панорам. Я принял такое решение, что она одна из любимейших. Потому что мы фотографировали здесь неоднократно. И действительно выглядит все классно. В этом месте. Яхточки. Ну, а мы пробегаем. Мне вот комментарии писали, что полчаса идти до пляжа, не знаю, на сколько полчаса, но 10 минут, а? Очень медленно. Ну, если настолько медленно, я не знаю. Ну, мы идем вот обычным шагом, как и все, 10 минут. Вот 10 минут. Конечно, если так говорить, так можно, конечно, полчаса. Так можно и 2 часа идти до пляжа. У нас уже прямо на горизонте колесо. Самое большое в мире колесо. Вот. Ну, и пляж, естественно, тоже уже неподалеку. Почему-то мне писали тоже, что походу этот пляж вообще не оборудованный, чуть ли не дикий. Ну, в общем, мы вот проходим сейчас, а это уже пляжная зона считается. Здесь очень много разных кафе. Здесь очень много разных, там, и клубов, в том числе, и ночных есть. Здесь есть и магазины, и кинотеатры здесь есть. Душ, туалет, переодевалки. Да. Да, вот реально самое, вот самое простое, ноги помыть от песка. Вот все здесь есть. Вот. Потом есть детская площадка. Есть беговые дорожки даже здесь есть. Короче говоря, если не здесь инфраструктура, то где, вот, что вопрос у меня возникает. Здесь есть даже Wi-Fi. Вот. Но работает он, честно говоря, не очень. Пляж большой. Пляж, да, хороший, большой. Есть лежаки. Но все это, лежаки и другое, это все ставится подальше от воды. Видимо, у них такие правила. Вот. Видимо, правила, чтобы люди ближе к кромке могли спокойно ложиться. А если ты на лежаке, то чуть подальше ложись. Ну, мы сейчас пойдем. Мы сейчас куда-то пойдем. А, мне же переодеться надо еще. Тоже? Нет? Все, хорошо. Можете здесь купить, кстати, прям, прям вот на пляже прогулку на вертолете, прогулку на багги. Можете купить прыжок с парашютом. Прям здесь самолет и пролетает мимо. И добраться до аэропорта, с которого будет прыгать. Вон, взлетная полоса. Она прям в море видна. Вон, смотрите. Сейчас, секундочку. Вот, вот этот мост, это и есть взлетная полоса перед круизным лайнером. То есть, инфраструктурище тут отличной. Вот беговая дорожка. Мягенькая такая, идешь по ней. Коротко о ценах. На лежачки, видите, да? Ну, и кому надо, стоп-кадр делайте. Кабана, Санбет, ага. В общем-то, да, очень горок стало много. Вот здесь вот. Фух. Солнца нет, а такая духотень стоит. Я прям боюсь, что было, если бы солнце. Так, колесо, обозрение. В скором будущем мы туда отправляемся. Но мы прочитали, что с часа он работает. С час двенадцать, и мы видим, что там много людей уже в кабинках есть. Почему Google пишет с часа, я не понимаю. Еще, например, он там постоянно про торговые центры пишет, что они работают, например, до десяти. Хотя мы в десять приходим, еще все открыто. В общем, Google ошибается в Эмиратах. А кому что доверить? Не знаю. На официальный сайт, наверное, заходите смотреть. Людей так сегодня нормально. Но температура воды сейчас примерно градуса, не знаю, двадцать четыре, наверное, двадцать пять. Видите, что люди мучаются, купаются, не могут просто выдержать. Видимо, всех сковывает холод, поэтому им приходится находиться в воде. Это несмотря на то, что солнца-то, по сути, и нет. Вот оно, видите, как за облаками. Ой, это кто-то сейчас на парашюте летит. Будет лететь у нас. Вот он, самолетик маленький. Колесо, такое впечатление, что вообще стоит на месте. На самом деле оно движется. А вот вам ориентир, да, смотрите, снизу, видите, выходит потихонечку кабинка. Тридцать восемь минут длится круг. Очень долго, поэтому оно медленно-медленно идет. Людям же надо успеть запрыгнуть туда, вылезти, в общем. Ну и, в принципе, ты же заплатил деньги, тебе хочется насладиться. Как будто в Крыму на пляже нахожусь, везде русская речь. Очень много казахов, белорусов, украинцев, россиян здесь. Но это Дубай-Марина, да, это район, который очень любят нас, советские. Только-только прям выглядывает солнце. Но мы сидим с Юлей и никуда не спешим, вообще ничего не делаем. У нас полный релакс. Было, когда солнце в дымке так хорошо было. Ни холодно, ни жарко, классно. Лежишь, все загораешь. Кстати, даже когда за облаками солнце, здесь загоришь, потому что оно такое. Достаточно ядреное. Ну, не как, конечно, в Таиланде, оно там ядреннейшее. Тут тоже неплохо. Ты что, Wi-Fi ловишь? Мы установили карточку, которую в аэропорту нам дали. На один день нам сказали, что она будет работать. Там гигабайт интернета, а потом надо ее пополнять, чтобы уже работала она. Но самое главное, что у вас появляется номер дубайский, и вы можете к Wi-Fi подключаться. Поэтому, например, в метро, там только с местными. Так как-то можно и с иностранными, но там как-то глюкануто все. Там неправильные ходы стран. Поэтому лучше с местной симкой. В аэропорту просите, когда паспорт и контроль проходите, тогда ее дают. Я не знал, что вообще такое есть. Поэтому после контроля Юля говорит, о, мне симку дали. Я такой думаю, да ладно. Мне так хотелось вернуться, попросить. Но они, кстати, когда дают симку, они, фишка в том, что дают конкретному человеку. То есть, когда ее активируешь, приходит смс и говорит, подтвердите, что вы это вы. И они спрашивают, вот у Юли спросили год рождения. То есть, ты бесплатно высылаешь им год рождения свой. И они такие, точно, Юля, вы и есть Юля. Ну вот. Я так понимаю, пограничники как-то сканируют код, штрих-код. И симка привязывается к определенному паспорту. Ну, посмотрим, в общем. Не знаю, в следующий раз я буду выпрашивать, чтобы мне тоже дали. Ну, в Шаджо, когда прилетали, вообще ничего не давали. А тут в Дубай прилетели. Именно в Дубай в аэропорту дают симки. Внезапно начинается волна. Прохладная, да? Ой, а я нагрелся, мне уже хорошее. Да, несколько дней назад была такая принцесса. Да. Значит, холодает водичка. Зима. Хотелось бы тут новый город. Да. Только компании, да? Да, компании. Вообще, очень хотим с Юлей компанией туда-то поехать. Пока не получается. Пока не получается, да. Я не знаю, почему. Что-то вообще. Ну, так. Так получается. Хотя, вот, в прошлый раз, когда мы были в Дубай, наши друзья были здесь. И пару вечеров вместе провели. Ну, и на экскурсиях тоже были. Вот. Но хотелось бы прям куда-то надолго. Как упиллять. Поэтому у нас есть... Ну, не мечта, а цель. Мы хотим на Бали попасть с Юлей. Ну, наверное, не в этом году, потому что все закрыто. Вот. Ну, и попасть мы хотим, естественно, не одни. Вот уже с друзьями договорились. Надеемся, надеемся. Что-то нам да удастся сделать. Ну, что, нормальная вода уже? Ну, да. Ну, вот, спокойно все заходят, да и все. Это что-то мы наигрываем уже. Ладно, я буду телефон выкидывать на берег и купаться. Ибо... Негода. Игра называется «Найди Юлю». Но я вам подсказку сделаю. Она в центре кадра. Специально так раскадровал. Вот этих вот всяких надувных строений столько сделали, честно говоря, сейчас на берегу. Не было буквально совсем недавно их. Вот. И прям всю прибрежную линию, короче говоря, взяли, загородили. И получается, что пол пляжа, вид на вот эту вот резину, вместо того, чтобы смотреть на колесо обозрения. Короче, я недоволен. Я буду ворчать и недовольство все это показывать. Мне больше нравится. Хотя единорожек мне, конечно же, нравится. Но вообще, мне больше нравится смотреть на колесо обозрения. Официальный сайт колесо обозрения. Захожу. И по вот этой карточке, друзья, 5G. Все просто. Это какая-то фантастика. Летает. Как не знаю что. Плохо, что здесь всего лишь гигабайт. Я думаю, что если 5G, то он очень быстро закончится. Конечно, да... Фух, что-то становится жарковато. Уже час дня. Будем покидать это чудесное место. Наверное, это самый наш любимый пляж, потому что до него просто добраться. Он такой хорошенький. Все есть. Все есть, да, без лишнего. Есть, конечно, там Ля Мэры, например. Там Wi-Fi лучше работает, кстати. Обязательно я бы... Он меньше стильнее. Да, он стильнее. Но сама прибрежная линия меньше там, действительно. Вот. Но... Как говорится, о выборах не спорят. Нам нравится здесь. Значит, будем... А, ноги помыть, да. Пошли. Фух. Очень прям теперь жарко становится. Кто ждал солнце, теперь вышло, думаешь, зачем оно надо, да? Все. Всем пока, всем удачи. Будьте здоровы, будьте счастливы. Приезжайте, купайтесь, где вам нравится. Фух. Ну и получайте удовольствие от жизни. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.